у меня загрунтованный лист двп размером 40 на 60 значит сюжет у нас будет такой у нас два кота или я бы сказала наверняка у меня получится одна кошка один кот и они будут сидеть вроде бы как бы на окошке значит так как я с линейками не дружу и ровные линии проводить я особо не стремлюсь даже вот но мы помним что у нас она в стиле примитивизма поэтому каждый рисует так как он может да тут мы на как раз из этих минусов своих будем делать плюсы как всегда значит чтобы окошко у меня получилось более-менее ровная возьму вот такую заготовку 40 сантиметровый подчасы и проведу вот эту линию который у меня будет обозначать эту оконную раму так вот одну линию я провела сейчас я стараюсь уже кривенькую свою но вот эту толщину этой рамы провести его крок кровности я не стремлюсь делаем оно в стиле примитивизма у нас такие будут палка палка огуречек вот такие два кота так ну вот это у меня будет обозначать вроде бы как окошко и теперь мне надо нарисовать карандашиком набросать вот этих двух котов значит я тихонечко карандашиком прочерчиваю вот эту линию серединки от чего мне оттолкнуться до чтобы вот этих котов рисовать сильно не делаю просто чуть-чуть чтобы меньше потом ластиком стирать потому что на загрунтованном этом двп ластик очень плохо стирает остаются следы так начинаем рисовать кота 1 ну вот рисую стараюсь так нарисовать чтобы уже поменьше стирать у нас примитивизм помню сделала вот такую да как как я люблю изогнутую линию и начинаем выводить силуэт вот так вот делаем раз вот у нас силуэт одного из котов получился даже могу сразу нарисовать два глаза причем я должна их обвести чтобы они были не очень не очень легкими до движениями на все чтобы линии вот эти все линии эти были видны дальше так как у нас это окно как нам не жалко но тем не менее у нас должна быть вот это вот средняя перекладина которая которая нам будет показывать сейчас секундочку марин линеечку дай пожалуйста длинную какой-нибудь очень толстую не делаю потому что все таки жалко на потом закрывать так значит у меня получилось что у меня получилось сейчас вот это перекладина которая символизирует что они все-таки у нас сидят на окошечку мы берем салфетку расслаиваем ее до снимаем один слой аккуратно потому что он нам будет нужен что мы с вами делаем цветной слой мы пока откладываем в стороночку нам нужен сейчас вот этот прозрачный слой который мы накладываем на прямо как-то накладываем наверно вот так сейчас пробуем мне надо чтобы у меня в лес котик так вот ромбиком чтобы котик у меня весь в лес да и я обвожу вот этого одного кота на салфетке ничего страшного если он там у нас чуть чуть не сойдется это все можно будет там подрисовать но в принципе обрисовываем все четко так как у нас есть на нашем рисунке то есть делаем выкройку как что я говорю вообще выкройка и я тоже мы в разных местах так глаза но на всякий случай тоже я рисую лучше их вырезать тоже хотя можно и потом по салфетке нарисовать но лучше вырезать так вот у меня получился кот да нарисованный на белой салфетке так теперь я беру салфетку саму и кладу ее яркой стороной к верху да и на вот на эту сторону я накладываю котика не очень хорошо видно и вот теперь в принципе вот вы дома да вы можете взять даже булавочками прикрепить чтобы у вас не ездила салфетка я конечно булавочками у меня не сложится но я стараюсь так чтоб не очень отъезжала салфетка чтобы у меня все таки более или менее более или менее все получилось так как на рисунке сейчас я беру маленькие маникюрные ноженки чтобы мне вырезать глазки потому что ну в крайнем случае мы подрисуем там глазки потом даже по салфетке можно сейчас вы увидите как я это буду приклеивать я вот эти складки вот это вот на кошачьей шкурке могут быть складочки я себе говорю как я себя успокаиваю так вот у нас получилось два кота чуть я смочу кисточку в водичке я бы взяла кашкисочку пошире но у меня нету и я начинаю да я у меня этот вот лак глянцевый для декупажа начинаем решительными движениями ничего не боясь так ну что мы можем сделать еще сейчас с вами нам надо чтоб они чуть-чуть подсохли мы можем что наметить у нас на окошке будут занавески да я не буду мудрить я сделаю их такой вот намечу ровный ровной линии не буду уже эти загогулина выписывать занавесочные беру одношаговый кракелюрный лак у меня таировский беру широкую кисточку я сейчас вот нанесу одношаговый кракелюрный лак а потом посушу все вот вместе и и лак и котов заодно да и тогда мы уже сможем с вами работать дальше значит наношу кракелюрный лак прямо толстенько ну вот там где я попадаю на раму не страшно единственное что помните что трещин просто будет не видно получится белые трещины на белом фоне нам главное чтобы все 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 было покрыто смотрите на свет чтобы у нас никакого кусочка не осталось без лака но за исключением рамы грамм там не имеет значения потому что этот кусочек обычно тогда сразу бросается очень сильно в глаза почему мы делаем с вами одношаговый кракелюрный лак везде да почему потому что мы с вами не художники мы с вами рисовать как бы и не умеем ну вот я например не умею до выписывать там всякие складки на занавесках или там делать фон с переходами цвета нет а если мы просто покрасим в какой-то там занавески зелененькие это желтенькая тут синенькая то как-то это уж совсем просто да как как заборчик покрасили когда получается трещин то вроде такой получается уже фон не не совсем примитивно но хотя то же время напоминаю что у нас с вами картинка в стиле примитивизма все таки поэтому такая лубочная лубочная работа поэтому так сейчас смотрю на свет нет ли у меня пропусков вроде таких явных пропусков я не вижу и теперь нам надо с вами все 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 это высушить у нас должны высохнуть и коты должны должен высохнуть его давайте я 6 секунд подую я подсушила но еще не до конца но более или менее у меня киски высохли и давайте сразу с вами нарисуем им глазки принципе да вы можете кто не хочет заморачиваться с рисованием глаз хотя я тоже не буду там как-то вырисовывать но все-таки хочется им глаза нарисовать кто-то может просто взять там стекляшечки хоть допустим какие то может поменьше да и сделать там стеклянные глазки но мы с вами я думаю сейчас быстренько возьмем тоненькую по возможности кисточку да я беру тоненькую кисточку прежде всего у нас тут виден карандаш да поэтому я его белом белой красочкой карандаш убираю в принципе вот как я и говорила что можно было бы не вырезать глазки а прям по салфетке белой краски потом и нарисовать за навески давайте я сделаю наверное зелененький вот такие беру цвет зеленый краску меня дейли арт беру кисточку плоскую синтетику и начинаю такими короткими движениями плотно нажимая на кисточку так делаю я да это не но я делаю именно так плотно нажимая на кисточку рядами быстрыми движениями вот это дейли арт она быстро подсыхает и уже не вернешься чтобы что-то исправить она сразу можно сделать дырку поэтому с одной стороны это хорошо что она быстро сохнет а с другой стороны не очень удобно вот в этих местах всегда сложнее всего где мы подкрадываемся где нам надо обходить и дальше опять же как всегда в моем случае помним что если даже у нас какой-то получится неудачное место мы с вами не будут же у нас занавески просто вот такие вот однотонно зелененькие понятное дело что мы на них что нибудь делаем какой-нибудь орнамент рисунок не знаю что и какие-то неудачные места всегда можем замаскировать так приближаемся к теперь и к ладенке на шагом крокелюрам важно всегда быстро действовать причем я вот не делаю таких вот да таких вот движений видите когда вот такой мазок делаешь он на конце сразу у вас сухой совсем и когда вы будете делать следующий ряд вы можете повредить вот пожалуйста сделать дырочку нам надо плотно нажимать на кисточку чтобы вот протаскивать эту краску и не возвращаться уже так сначала я беру черную краску рисую быстренько им взрачки такие глаза у меня мне не сказать что полу кошачьи получеловеческие не знаю глазки сказочных котов пока никакого белого местечка мы не оставляем то есть блики мы рисуем потом я не люблю оставлять вот эти белые штучки я люблю блики ставить потом так и одному котику и второму котику мы рисуем строчки я не художник я рисую вот как как мне хочется глаз глаза нарисовать таким образом я и нарисую выведу вот эту вот линию ай испортила конечно все надо просушивать да я вот сейчас попала потому что я забываюсь забываюсь и вляпываюсь в то во что не надо точечными движениями уже да если вы сняли случайно случайно то что у нас с одношаговым крокелером точечными движениями потом прикрываем той же краской какая у нас нанесена на одношаговый крокелер так котам делаем давайте у нас у этого кота будут коричнево желтенькие глазки да понятное дело раз он у нас будет считаться рыжим значит глаза рисую как как умею да я начинаю более темным цветом таким коричневым вот отсюда идти сверху конечно надо чтобы черный просохло и все но тут уж в процессе да не до мелочей теперь я беру желтенькую краску и начинаю немножечко смешивать ее вот с этим вот коричневым чуть дорисовывать художники бы наверное ужаснули но мы с вами как умеем это для примитивизма я бы сказала даже больно изощренным теперь я вот желтенькую чуть-чуть может быть с беленьким смешаю пока никаких бликов нет сейчас подсохнут глазки тогда делаем блики единственное что в самом конце я беру все-таки коричневую и весь вот этот вот радужку глазиком я обвожу тоненькой коричневой линией да как у нас на радужке глаза тоже всегда такой ободок самый темненький так теперь у нас пока этот без бликов остается у нас второй котик которым мы делаем давайте мы сделаем не синий а бирюзовый глазки я беру темно-бирюзовый цвет турецкий голубой и вот этот вот мятный мятные мятные мятный цвет такой светлый бирюзовый тоже начинаю с более темного вот отсюда вот иду более темненьким цветом на обоих глазках сразу так теперь чуть смешиваю темную бирюзу с более светлой продолжаем более светленькой заканчиваю уже светлой бирюзой даже чуть беленьким можно и ну вот такие есть колоски такие есть и тоже беру потом в самом конце тонкой кисточкой вот этой темной бирюзой вывожу вот эту нижнюю линию так теперь мою кисточку так помыл кисточку беру белую краску на тонкую кисточку беру белую краску и делаю уже блики вот сейчас делаю блики на зрачках здесь тоже на зрачках и чуть-чуть такой уже более сух почти сухой кисточкой чуть-чуть беленьким прохожусь вот тут вот чтобы тоже тут какие-то блики ну так ладно как есть так есть дальше переворачиваем чтобы я видела лица этих котов так что у меня есть у меня есть стекляшки понятное дело всякие тут разные я принесла не знаю что пригодится но мы можем сделать как вот это вот такой носик теперь что я беру опять беру свою тоненькую кисточку может быть можно было бы потом так беру беленькую красочку которая у меня уже тут засохла так делаем не вижу что там сверху мы сейчас выведем вот эту вот эту и в кошачью переносицу так и понятное дело подушечки из которых вот расти у нас усы на вторую подушечку синим и черненький у меня нет черненькой стекляшки у меня есть синяя но она прозрачная не матовая сейчас посмотрим что она туда идет так ну что делаем синий нос так и здесь мы тоже самое делаем да сделаем чтобы вот как бы обозначить это личико кошачье сейчас тоже выведем так давайте ничего не боясь беру белую краску и я прямо веду эту и вот тут то линейка плакала потому что линейки то я чертила но сейчас то я провожу так как есть и вот тут то примитивизм и проявляется ну и заодно хоть у нас и уже белая это вот рама да но я ее все равно обозначаю вот этим вот этим белым беру вот такой вот зеленый цвет такой светленько зелененький ядовитенький такой и сейчас попробуем сделать сейчас посмотрим как он будет надеюсь что чтобы к занавескам подходило и вроде как просто у нас там такой либо это тюль либо это уже такое освещение от зеленых салфеток потому что желтый мне кажется он не прикроет вот эти карандашные линии если это тоже не очень но желтые вообще никогда через него все просвечивается все эти карандашные очень сильно безо всяких переходов цветов сейчас он немножечко потрескается и будет у нас так так на когда там вот начинаешь уже вырисовывать вот эти вот подушечки вот эти беленькие и лобики тут уже отвлекается внимание от этого приклеенного носа тем более тем более когда у нас будет еще все обведено контуром все таки все выйдет в объем так скажем то будет замечательно остатки своего любимого ультрамарина вот такой вот яркий поликолор у меня остались тут остаточки и сейчас мы с вами вот эту всю часть сделаем синим у нас будет ночь прям толстой кисточкой сейчас попробую туда двинуть ничего не боясь да кракелюр тут есть поэтому рядами точно так же краска у меня к сожалению это густая сейчас я может быть даже буду макать в водичку так вот плотненько сейчас она должна будет трескаться хорошо почему я люблю в одной работе разными краски использовать на одношаговом кракелюре потому что все эти краски трескаются обычно по-разному да потому что какая-то краска более густая какая-то более жиденькая и трещины получаются разные то есть густую краску труднее ее разорвать более такие получаются брутальные трещины жиденькая краска вот такая как дейлиар она обычно трескается легко очень хорошо и трещинки более мелкие и так как опять же повторюсь вот я не умею рисовать да мне хочется создать не одинаковые чтобы была фактура а разная вроде кракелю но в то же время он везде получается немножко другой много разных красок нету но там где у нас дырка вот тут вот я попробую сейчас сделать вид что у нас тут тоже может вот продолжается давайте знаете что сделаем вот у меня есть вот такой трафаретик здесь на работе маленький вообще с таким вот рисуночком непонятным и сейчас пока у меня белая краска не высохла я возьму кисточку разнузданную как говорит Марина и вот мне надо чтоб липкой стороной на кракелюр не попадала и просто кое-где с сухой кистью почти сухой какой-то тюлевый чтобы у нас не совсем были они такие да кое-где мы сейчас запустим на этих зеленых в занавесках такие склоночки можно конечно вот у вас там вы спокойненько сидите делаете можно какой-то взять красивый да какой-нибудь кружевной трафарет и сделать хотите объемным не краской а пастой допустим даже белая паста вполне подойдет чтобы до кружева какой-то сделать часть у нас уже сделано высохла более-менее смотрите как высохли кракелюры видите как я и говорил вот где-то они да высыхают такими как бы трещины трещины а где-то трещинах почти нет но вот это именно фактура которая мне нравится потому что иначе было бы все ну просто тупо так покрашено этого не хочется значит возьмем с вами вот эту наверное что у нас на синим будет видно почти ничего вот я беру вот эту светлую бирюзу мятный цвет называется так давайте не все пятнышки просто кое-где какими-то как я люблю этими вот очагами такими с полухами такие особо крупные делать не буду а вот по мелким тут пролетелось главное чтобы не снять этот трафарет вместе с крокелюрами вместе с краской да здесь мне не важно так все-таки как-то у нас тут частично крокелюрчики сейчас похоже на лапки кошачьи как будто они по небу пробежали вот я просто посмотрел на экраны правда как будто кошачьи лапки кошачьи следы значит я беру контурную пасту золотого цвета таировская и начинаю давайте начну с лица то есть обвожу главный момент обвела вот это вот эти вот эти линии да потом у меня идет вот тут вот эта салфетка которую тоже частично я все обводить на салфетке не буду но чтобы у нас не отличалось да что вот что-то то есть какие-то места я тоже обведу немного контурами где-то да вот тут вот по орнаменту чтобы у нас тоже получился чтобы тоже вот код вышел в объем да более объемный получился здесь вот самое главное вот это местечко да вводим ну и понятное дело как же я вот без этого вот раз загоголину выпустили вторую ну и усы нет усы потом сделаю так так глаз я введу только вот подводку делаю снизу а вот там где у меня черное не буду так здесь тоже мы можем несколько штучек обвести вот тут вот так вот точечки поставим так обвожу самого кота линия должна быть довольно таки жирненькая да такая не худосочная колбаска колбаску толстенькую выпускаю так ну снизу вам не видно но понятно что я обвожу кота по контуру иначе мы сейчас будем прыгать по и вот теперь да когда я обвела все обвела всего кота да вот сейчас я могу уже сделать и усы давайте начинаю мне хочется закрутить да раз ус знотный такой ус получается коротенький третий ус да вот такие усы усы это самое главное так здесь руку по идее конечно лучше сначала раму обвести да потом ну ладно мусор получается да вот здесь тоже у них усы так что мы здесь тоже сейчас выпустим это уже называется вибрисы вибрисы а то как же они обидятся за нас без вибрисов будут так здесь тоже выводим раз мусор 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 тюку вы мусор ну Музыка Вот эти вот кружочки обвожу, но обвожу не все. Ирина, это контурная паста фирмы Таир. Можно использовать просто контур по стеклу. Здесь в данном нашем случае это не важно. Можно, может быть, белым пользоваться, а не золотым. Музыка Так, я кое-где кое-что обвожу контуром, чтобы не все у меня штучки тут были плоские. Чуть-чуть при чуть-чуть. Если будете наклеивать какие-то объемные элементы на само панно, где-то стекляшки, помните, если вы захотите одеть в рамку потом, чтобы близко к краю стеклами не приближаться. Иначе у вас рамка не оденется. Рамка у меня вот такая. Вот такая рамка. Я сочла, что она подходит мне, подойдет мне под каток, да. Тоже она как бы пэтчворк, но сделана в том же стиле, как мы делали с вами панно. Значит, я сначала, я купила рамку необычную, необработанную из сосны. Загрунтовала ее белой акриловой краской. После этого нарисовала вот эти вот заплатки, то есть вывела просто карандашиком, да, вот эти кусочки. После этого я уже раскрасила, да, нанесла одношаговый кракелюрный лак, опять же, так же, как мы делали в панно. Таировский одношаговый кракелюрный лак, прям широкой кисточкой. После этого я раскрасила все эти кусочки, вот в оранжево-красно-желтые тона, да, на одношаговый кракелюрный лак. Точно так же рядами наносила. И после того, как у меня уже высохла краска эта вся, потрескалась, я уже просто на глаз, безо всяких трафаретов, рисовала вот эти всякие горошки, да, разных цветов, исходя из того, какой цвет у меня внизу. Кое-где я накладывала тоже трафарет и краской просто трафаретила. И как кружочки, так и орнамент я обводила золотым контуром. Стежки можно было сделать, да, пришить как бы эти заплатки. Стежки уже делать я не стала, потому что здесь и так много контура. И еще если бы я эти стежки сделала, уже был бы совсем перебор. Она и так, пей, такой наив, но уже на грани китча, да. Поэтому вот такая вот рамка. Сейчас мы когда вденем котов, посмотрим. Я еще не знала, какие у меня будут салфетки для котов. Но, в принципе, такая рамка для такой работы, как у нас, вполне очень даже подойдет. Ну вот так, похуже качество, но тем не менее, хотя бы посмотреть, как она выглядит. Да, вот сейчас будете ездить на дачу, на шашлыки, к знакомым, друзьям. Вот такой подарок сделать быстро, да, мы быстро с вами сделали. Фотографируем. Вот, Марина нас фотографирует. И отличный подарок. Так, раз, 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 рамку быстренько раскрасили. Все с одношаговым крыкельюрчиком. Котов, или можете сделать собак, кто кого любит. Да, и отлично. И салфетки в ход пойдут, которыми мы, может быть, залежались. Ну вот такая вот картина в стиле примитивизма. С двумя котиками. Можно, вот как у меня в одной работе, вот прямо на этой белой раме, если делать в стиле такого русского лупка, да, можно прямо вот так вот по этой раме и написать вот эту фразу. Жили-были два кота, восемь лапок, два поста. И вот таким вот, знаете, старорусским таким шрифтом. И вот такой вот подарок шикарный. Хочешь в детскую комнату, хочешь на даче повесил. Субтитры сделал DimaTorzok